В семье поставили на учет подростков, которые позвонили в полицию и сообщили о том, что школу, находящуюся в районе Затон, захватили террористы. Как оказалось, подростки просто хотели сорвать учебный процесс. Подробности расскажет Бутогос Дан Дубаева. Несколько дней назад в социальных сетях стала распространяться информация о том, что школу, находящуюся в районе Затон, захватили террористы. Горожан очень сильно напугала эта новость. Однако позже выяснилось, что это была злая шутка учеников школы. 17 января двое подростков в возрасте 13-14 лет позвонили на оперативный канал 102 и сообщили о захвате учебного заведения террористами. На место незамедлительно были направлены специальные службы и ближайшие экипажи полиции. Вызов не подтвердился. Сотрудниками полиции было установлено двое несовершеннолетних. Заложенный вызов специальных служб родителей подростков привлечены уже к административной ответственности. Вину в содеянном несовершеннолетние признали, пояснив, что совершили поступок из-за хулиганских побуждений, чтобы сорвать учебные занятия. Родители и подростков оштрафовали на 28 тысяч тенге. Самих учеников поставили на учет. К слову, за последнюю неделю сообщения о терактах в школах регистрировались и в других городах Казахстана. Например, в Ахтубе неизвестный пообещал напасть сразу на несколько местных школ 26 января. В тот день десятки тысяч учеников не пришли на занятия. Граждане считают, что за такие шутки нужно строго наказывать. Ну, наказывать-то, конечно, надо. Это же, считай, такой саботаж, аватаж. Наказывать, конечно, надо. Ну, какая мило? Я же не судья, я откуда знаю, как их наказывать. Ну, конечно, хотят, чтобы безопасность была у наших детей, чтобы они были под наблюдением у нас, потому что сейчас дети теряются. Что делают, особенно старшие классы. Но это тоже надо наказывать. Просто так это не надо оставлять. Таких людей надо пожёстче наказывать, ведь они распространили ложную информацию. Это сообщение дошло не только до нас, подростков, но и до взрослых людей. Представьте их мысли, людям, у которых проблемы со здоровьем вообще может стать плохо. А мы тем временем решили узнать, насколько хорошо в школах нашего города обеспечивают безопасность детей. Заместитель руководителя отдела образования города семей Валентина Шипилова рассказала, что все школы города оборудуются турникетами и системой внутреннего контроля. Также на входе в школу имеется система распознавания лиц и родительского контроля. Для обеспечения безопасности жизни детей в общеобразовательных учреждениях в школах города установлено более 3000 видеокамер. Установленная система видеонаблюдения соответствует сегодняшним нормативам. В 54 школах города система видеонаблюдения выведена в Центры оперативного управления для моментального реагирования. Дополнительно во всех школах города у нас установлена тревожная кнопка. По словам Валентины Шипиловой, сейчас в школах города охрану осуществляют не вахтеры и сторожи, а специально обученные люди. Стоит отметить, что специализированные службы доезжают до школы через 5-8 минут после нажатия на тревожную кнопку. Ботогуздан Дыбаева, Аян Мухтарулы, Телеканал Семей.